так ну что мы доехали до одного места на который мне очень нужно было попасть это река волхов я очень надеюсь что я проползу если что тапки отмоем в общем дима дальше не поехал сказал что очень грязно комары просто уносят дима мы точно здесь не проехали бы дима сказал он не хочет экспериментировать и отправил в качестве эксперимента меня в общем почему не сюда очень важно попасть я мечтала быть историком историком археологом самое моё такое знаете любимое направление это славяне 9 10 век до крещения 1 рюриковича и читаю очень много научных трубок трудов полу таких документалических много много информации которые собирала именно по ладоге по реке волхов мне делюсь вами еще таким до сокровенно здесь дима не вырежет скажу что это можно рассказывать есть у меня мечта пройти путь от варяг в греки он начинался как раз сладони и вот так получилось что в петрозаводск мы приехали то есть честно я когда мы ехали я вспомнила что мы там через питер и на карелию я никак не думала что это сюда то есть я даже не посмотрела не сопоставила брошу летит и когда сегодня я поняла что мы рядом с волхом ой ребята вы не представляете меня же вот замурашила замурашила в общем сейчас камень идем к воде и очень надеюсь я смогу спуститься руки помочить да смогу однозначно выбрал нужный спуск у меня уже мокрые тапки на самом деле это ничто в общем сейчас всю красоту дмитрий юрьевич покажет на дроне я включаюсь Продолжение следует... 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 Так, у нас с вами реально 10 минут, потому что нам нужно ехать дальше. Купил фотообзор для экскурсии, но использовать не сможем. Ладно, значит будет повод вернуться. Заходим в ладожскую крепость. Такие сломанные окошечки больницы. Современная ладога. Ох, шикарное место. Посещение не реставрированных объектов опасно. Все, мы на территории. Вот она сама крепость. Здесь конечно очень много объектов. Гулять не перегулять. Но мы с вами ограничены по времени. Ничего страшного, сейчас быстренько снимем. А у вас заодно будет повод ехать по нашим следам и посмотреть. Я думаю, это будет логично. Потому что это нужно смотреть своими собственными глазками. Так, мы идем то ли в раскатную, то ли в стрелочную башню. Я уже забыла. Хотя вход запрещен. Странно. Ну ладно. раз табличка ей рассказали, значит идем. Это не валы. Раскатная башня. Раскатная башня это уже более современная. Это 15-16 век. Вот она. Заходили мы через ворота. Раскатная башня. Реставраторы с подвижниками. Мне за вами, да? Пожалуйста. Спасибо. Можете потом в самый низ спуститься, там, в подожженный бой. Спасибо. Обычно все съемки вот здесь проводились, красивый вид, панорама. Благодарю. Ну, с учетом того, что уже Дима облетел на дроне, все, нам с вами осталось посмотреть совсем немножко. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как вам вторую ночь без сна? Милиция! Пипец. Короче, ребят, мы в Карелии, мы выехали со Старой Ладоги, там, конечно, не все успели посмотреть, нужно туда все-таки приезжать целенаправленно, да, Дмитрий Юрьевич? Да. Обалдели от красот, от всего, я все это рассказала, нужно один день остановиться, прям остановиться, очень вкусно там попушили, был завтрак вместе с обедом, и мы, в принципе, в 120 где-то, да, километрах, 25 от Петра Заводска, въехали в Карелию в 11.25, время 11.51. Деревни тут такие, названия интересные такие, типа «Елка ломала, оталкала», а, блин… Моталкала тебе, попалкала. Палкаю. Палкаю, моталка. Видок у нас, конечно, с Дмитрием Юрьевичем уже помятый, нас надо это… Почистить, привести в порядок. Второй день за упряжкой, блин. Меня за руль не пускают, прикиньте. У меня права вот тут со мной едут, меня муж не пускает, я говорю, сядь поспи, нет. А я с просрочками ездил, да? С какими-то просрочками у тебя 21 июня. А сегодня третья, так что тебе еще ехать и ехать до 21-го. Да, ну что, встретимся мы с вами теперь уже в Петрозаводске, да? Дмитрий Юрьевич, я думаю, будет и на Коптере летать, или тебе там пилиция, может, яйки, цоп-цоп. Пока я ничего не знаю. Рисковать не буду, да? Что ты показываешь, все по факту. Тебя показываю. Все, мы поехали дальше. Да уж едем в неизвестность. Первый раз. Как тебе, Дмитрий Юрьевич, Ленинградская область? Очень много лесов. Очень-очень много лесов, болот. Озер, рек. И главное есть камни. А у нас даже в регионе наши даже камни нет. Представляете? Ну что? Такой суперский регион. Хотите отдохнуть от камней, от густонаселенного, как это, от густозасеянного леса? Взжайте к нам, у нас нихера ничего нет. Да сегодня есть в Мордовии, как-то не тревается. Мы все-таки влог о горем. Глянь, грязь, да дураки у нас один. Дим! Что вам стесняет еще один? Это он первый предводитель тех, кого он сказал. В общем, поехали мы все в Петрозаводск. Как будем, наверное, подъезжать, или может быть какая-то красота по дороге попадется. Все расскажем. Дорожка, как в Карелию ехали. И, кстати, отмечу, дороги очень ровные. Дорожные. Не естественно, хорошо сделано. Не верю своим глазам. Дороги очень хорошие. Да, очень ровненькие, красивые, ухоженные. Кто хочет покататься по хорошим дорогам, в ВЛК в Карелию. Почти как за границей. Ну что, дамы и господа, неугомонные просят и спустя почти два дня пути. Сколько у нас с бортом? 1700 километров пройдено? 1800. Ну, давай 1700. Что будем молочиться? А, давай 5. 5 это будет сектельбург. А вот мы в Петрозаводск въезжаем. Погода 14 градусов, дождичечечек, ветерочек. Со слов партнеров, кому едем в гости по рабочим моментам, это нормальная погода, то есть ничего такого. В Поволжье у нас сейчас обзывалились, 30 минут и жарко. Это, ну как бы, да, у любого города есть такая индустриальная техническая часть, либо база, либо какие-то моменты. Пока еще не видели ничего, кроме кучи зелени. И вот таких комаров. Вот таких просто. Димкин телефончик, Димкин проводочек. Дима монтировать будет, скажет, что я рукожоп. Ты мне и так скажешь? Я не рукожоп. Без монтажа. Так, ну что, мы на месте. Отель «Космос» Куйбышева, 26. Дима там, вон, паркует нашу снежиночку. Заселились, но еще в номер не поднимались. Девятый этаж. По просьбе Димы самый высокий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один из самых высоких этажей для проживания, чтобы было все видно. Там у нас, получается, Онежское озеро завтракать. Мы будем с видом на него 3 дня подряд и засыпать тоже. В принципе, на улице 15 градусов. Прошел дождик. Я считаю, что на улице тепло. Я вот в джинсовке, тут футболка. То есть мне как бы нормально. Иду сейчас забирать Диму. Посмотрим, как внутри номер. У нас какой-то там стандарт улучшен. Большой еще, в принципе, ничего не было. Доворода очень много. При мне, пока заселяли, несколько человек звонили на ресепшн. Бронировал мне. Я бронировал через сайт. За номер мы отдали за 3 ночи. Получается, 3-4, 4-5, 5-6. За 3 ночи с завтраками мы отдали 25 тысяч. Вот. Как сказал Дмитрий Юрьевич, это лучший отель в Петербург. Выходит моя звезда. Замученная. Дмитрий Юрьевич, как? С видом на море вы заказали номер. Или как? С видом на море не знаю. Ты просил высокий этаж, я высокий заказал. С видом на море. Вот, слушайте, скажите, просим на Гитлеру похож. О, копия. Как доехал-то? Сейчас спать пойдешь, да? Да, что-то вот... Не, ну, из-за того, что это для меня неизвестная дорога, еду первый раз сюда, а оно, первое открытие, всегда, ну, немножко тяжко. Я по другому поводу ржу, я не буду говорить по какому. Следующие поездки сюда, ну, тут с каждым разом все легче и легче. И даже в какой-то один момент я смогу проехать за 22 часа, как в Анапу. Без ничего. У нас на улице 15, я в кроссовках, а Юрия почему-то, видите, с голыми лампами, в ездовых тапках. Я вот над чем ржала. Стоит умная, речь толкает и ногами. Шлеп, 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 шлеп. Причем все пошли мы чемодан доставать. Петрозаводск. Увидите нашу снежинку, приходите. Так, мы заселились, у нас очень необычный номер. Сейчас покажу, в чем необычность. У нас с коридором отдельный выход, общая дверь в соседнем номере. Это называется бронируйте, пожалуйста, жилье вовремя, а не за сутки до поездки. Как я уже говорила, 25 вместе с завтраком, душевая, полотенчики. Ну, здесь как бы, да, все по-стандартному. Фен, чтобы не украли, не хилтон. Ну, как я поняла, Дима, это единственный, да, приличный отель в городе. Да. Зевающий Юрьевич. Да. Креслица, ну, чистенько, сигаретами не пахнет. Для меня это как бы главное. Это не старый дом, как я это говорила. Ну, да. И это растение, да, из самых-самых таких нормальных. Человечный, из человечных. Так, пусти. Вид у нас комплексный, там, город. И если сильно развернуться... А, здесь отцом убить, да? Вот, а если сильно развернуться, то на Онежское озеро. В общем, я пошла приводить себя в порядок, у меня сейчас скоро встреча. А Дмитрий Юрьевич, как водитель, пойдут отдыхать. Да. Я буду отдыхать, на флешку всю информацию... Записывать? Ой, с флешки на компьютер всю информацию. И на флешку тоже. Да, и... Все. И баинки. Баинки надо. Так, ну что, все. В общем, я побежала по рабочим делам. Такие красоты. Вообще, лаунж шикарный. Просто в отеле. Посмотрим, как будет завтра завтрак. Вот такой вид с лаунж-зоны на нашем этаже. Я сейчас бегу навстречу со своим лидером Петрозаводска. В общем, кто хочет попробовать продукт Сибирска, либо начать здесь зарабатывать. Пишите, я вас остыкую с Олей. Она живет на два города. До Петрозаводска-Нижний. Сейчас мы будем в следующий момент. Мы можем встретить в Нью-Йорке. И потом я буду с вами гулять. Так, наша задача найти инфинити. Чуть-чуть с мультого оттенка. Кстати, в Петрозаводске резко стало тепло. Мне прям жаренько. Очень мне понравилось. Быстро забрали вещи в стирку. Прям вот мгновенно, можно сказать. За адекватный ценник. Пока мне все нравится. По отношению и по тому, как все воспринимается. Так, нет, это хендайк. Инфинити, какой значок я не помню. Короче, пока Оли нет, пойду звонить Диме. И просить, чтобы он мне расчесочку открыл в машине взять. Вообще, у меня такое подозрение, что Ольга встала вот там. И как будто я ее уже видела. Ну, вы сейчас со мной немножко погуляете. Вон наш снежиночек. Оля! Пойду догонять. Убежала. А куда она свою бибику поставила? Кстати, Ольга еще владелец четырех, сразу четырех, Джек Рассел-терьеров. Маленькие-денькие, хрозенькие. Белоружие. В общем, пойду сейчас ее догоню. Чуть-чуть напужаю. Обыму. И потом мы ушуршим с секретиками всякими девочковыми. И не только девочковыми. Вот тренера по аэро-йоге догнать очень сложно. Потому что бегает она быстро. И я за ней бегаю по всей территории отеля. Так, мы пошли гулять. У нас вот таких вот три маленьких, классненьких пингвиненка. Два убежали. Одного оставили дома. Сейчас пойдем вашу красоту в Петрозаводску смотреть. Водную. Продолжение следует.